В традициях казачества всегда быть готовыми к защите Отечества, всегда быть на переднем крае. Высокое чувство единения человека с родиной и народом находит свое отражение в казачьей жизни. В настоящее время повышенное внимание уделяется военной подготовке. Военно-полевые казачьи сборы – прекрасная возможность, чтобы поднять уровень этой подготовки. Казачество в Краснодарском крае сегодня не только часть исторического прошлого, но и реальная сила. В этом и смогли убедиться, побывав на военно-полевых сборах. Казаки хуторских и станичных казачьих обществ Славянского района, входящие во 2-й полтавский казачий полк, собрались в живописном месте на стадионе станицы Петровской. Настроение участников сборов было приподнятое. Им предшествовала большая подготовительная работа, что позволяло провести мероприятие четко и организованно. Полевой лагерь подготовлен. По принятию пищи вопросы все решены. Спасибо огромное всем нашим помощникам и спонсорам, которые нам помогали. Ну а казаки наладили взаимоотношения с частями ПВО, которые здесь проведут нам боевую учебу. Более шести учебных мест у нас здесь будет. Ну и слава Богу, что с нами молодые казачаты, которые также будут осваивать военное искусство. Сборы с каждым проведением все прибавляют в своем уровне. Дважды герой труда Кубани, атаман Даманского казачьего отдела казачий полковник Иван Безуглый сердечно приветствовал славянских казаков, отметив, что они всегда в числе лучших в отделе. Я хочу высказать слова огромной благодарности. Также и в Крымской операции казаки славянского района Казачьевска были одними из лучших. Объезжая позиции на всех участках практически я видел казаков славянского района Казачьевска, которые достойно несли службу в те времена, когда это требовалось. И сегодня, участвуя в специальной военной операции, славянские казаки показывают примеры мужества и героизма. Я вам скажу, атаманский казачий отдел сегодня направил на жены специальной военной операции 1100 казаков. Другой отдел, который след за нами идет, где-то порядка наполовину меньше. Мы сегодня самые многочисленные и самые героические. Станица Петровская вот уже более 200 лет сохраняет свой казачий дух, вносит весомый вклад в общее дело и здесь очень рады видеть своих братьев по оружию. И сегодня славные сыны казаки станицы Петровска выполняют воинский долг на Украине при проведении специальной военной операции. На постоянной основе Петровское казачье общество, насчитывающее 220 реестровых казаков, во взаимодействии с администрацией, с образованием, с общественными организациями, занимается воспитанием подрастающего поколения наших казачат. Как пример, ежегодно на базе 29-й школы мы проводим спортивные игры казачьей молодежи в память о наших славных казаках, погибших при выполнении воинского долга в Чеченской Республике. Проведение таких мероприятий, как сегодня, является честью для нашей станицы, для нашего района. И, я думаю, те военные навыки, которые вы имеете, конечно, вы их сегодня покажете. И, конечно, это здорово и правильно. Атаман Славянского районного казачьего общества Александр Семко подчеркнул, что серьезному изучению военного дела нет альтернативы. Учиться военному делу настоящим образом – это долг каждого казака. Действительно, многие наши казаки находятся на свобода. Они показывают образцы настоящей чести и доблести. И здесь, находясь, мы ни в коем случае не должны подвести ни наших стариков, ни нашей семьи, ни наших родителей. Желаю вам всем достойной службы, высоких результатов. После завершения церемонии открытия казаки прошли парадным маршем и затем отправились на занятия, в которых принимала участие казачья молодежь. Двухдневная программа сборов была весьма насыщенной. В плане занятия по тактической, инженерной подготовке и по связи, изучение образцов стрелкового вооружения, спортивные состязания по военно-прикладным видам спорта, военно-медицинская подготовка. Руководитель военно-исторического клуба «Плавни» Сергей Бедягин рассказал казакам о военном снаряжении, боевых приемах, дал им примерить экипировку современного воина. Да, сейчас очень много, так скажем, дронов, тех же дронов-камикадзе, я имею в виду вот этой всей, как говорится, электроники. Но, как показывает практика, она тоже выходит из строя. Поэтому все, как старые добрые воена, это огнестрельное оружие, автомат, пулемет, осколочные гранаты. А вот, сейчас очень много нового. Очень актуальным было изучение минно-взрывного дела, в ходе которого казаки узнали много познавательного и полезного о том, как используются различные мины в боевых действиях. Молодые казаки вместе с убеленными сединами внимательно слушали рассказ. Юные казаки берут пример со старших, с тем, чтобы уверенно встать в общий казачий строй. Это очень интересно, общаться с казаками, учиться новому. Для меня это очень важно. Я с казачьим связываю свое будущее. Хочу также продолжать быть казаком, узнавать историю казаков и сохранять историю казаков и традиции. Казаки должны не только знать современное вооружение, но и владеть искусством смешанных единоборств. В казачьем спортивном клубе «Ермак» работают над этим. Очень радует, что подобное проводится для молодежи, для ребят. Это прежде всего патриотическое воспитание. До обеда будут занятия по начальной военной подготовке, будут с ребятами заниматься. Конечно, хотелось бы, чтобы это было не два дня, а побольше, чтобы ребята успели научиться как можно большему и впитать в себя те принципы, идеи, мысли, которые будут высказаны во время казачьих военно-полевых сборов. Также по просьбе атамана мы будем помогать в проведении спортивных мероприятий, соревнований. Казачество привлекает людей активных, неравнодушных и патриотически настроенных. Преемственность поколений дорогого стоит. Культурные обычаи и традиции передаются от старших к младшим. Наставничество в казачестве необходимо всем. И вот эти традиции нам надо нашим детям нести. А кто, как не мы, вот именно старшее поколение, но вы видите, возраст уже такой, что... А кто им раскавит? Поэтому я считаю, что вот это очень хорошо. Ну и Петровское казачество славно своими традициями. Отсюда начинались детские игры. Вот первые детские игры в 98-м году проводились в станице Петровской. У нас вот традиционно день освобождения станицы Петровской на призы атамана проходит. Вот. Потом еще турнир памяти погибших Чеченской республики на дни, на призы атамана проводится. И вот там мы смотрим, как говорится, мы не сразу на край, а мы проводим свои еще внутренние соревнования, где отбираем лучших детей. Участники сборов познакомились с работой беспилотников и противодействием им, в том числе и с действием противодроновых ружей, что сейчас важно. Время приближалось к обеду, и повара усердно его готовили. Полевая кухня на сборах сработала просто отлично. Всех вкусно накормили. После короткого отдыха казаков ждали состязания по стрельбе из пневматической винтовки, метанию ножа и гранаты. Кроме того, они приняли участие в мастер-классе по арм-рестлингу. Атмосфера на сборах была дружеская. Казаки всех возрастов не только старались добиться хороших результатов, они помогали друг другу, делились опытом. Особенно нужны такие сборы молодым казакам. Перед службой в армии я уже знал, как в наряд ходить, я знал, как устроено оружие, как с него стрелять. Люди, которые в казачьем участии состояли, принимали участие в всяких сборах, благотворительность та же, помощь людям, когда Крым сктопило и не только. Помощь, в принципе, в станице патрули были. Люди, которые хотя бы как-то в этом участвовали, ведут себя более спокойно, более адекватно, нежели те, которые когда-то от этого отказались. Сборы стали важным шагом в росте воинской выучки славянских казаков. Они запомнятся всем участникам. Казачество продолжает развиваться, играя все большую роль. Усовершенствование современных военных технологий не уменьшает значимости боевой выучки и слаженности. Всегда во главе угла был и остается воин, готовый встать на защиту Отечества. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».